Субтитры сделал DimaTorzok Классно он издевался над людьми, как классно откупался от прохожих пятитысячными купюрами Выписываем премию в размере 5000 рублей, держите Очень здорово, конечно, в нашей стране работает институт репутации, вот как всегда впереди планеты всей Сегодня ты кого-то унизил, а завтра просто погулял со своей дочуркой на камеру или накормил пенсионеров Это же ангел! В принципе, делай что хочешь, главное не забыть поздравить ветеранов с Днем Победы Жена собирает 30 конвертов для ветеранов Это мой личный пазы В лучших традициях бандитов из 90-х, которые по воскресеньям бетонировали людей, а по понедельникам строили новые храмы Саня, благодать! Ну да, как заново родился? Как же все циклично, как же все предсказуемо и как же странно, что вы все так удивляетесь Ебаться, сраться! Ведь популярность, которой вы наградили Эдварда Билла, родила связи авторитетных друзей, которые и создали для этого человека ощущение полной безнаказанности Всех вижу ебашу наху в потоке шашках непобедимая Не важно, какая у тебя машина, важно какой ты водитель Ксения Собчак, которая так гордилась своей журналисткой работой и чуть ли не влюбленно заглядывала в рот Эдварду Биллу Нет, это я понимаю и слушай, круто, что ты рассказал правду То ли специально, то ли по глупости Ксения Собчак создала на экране решительно лживый образ эдакого милого, застенчивого мальчугана Ручки сложил, ножки поставил Который может там где-то запутался, может быть где-то сделал что-то не так, но на самом деле не представляет из себя никакой угрозы Такой краснощекий колобок Просто вот, видишь, милота И на самом деле тут стоит признать, вот этого у Эдварда Билла было не отнять Как же профессионально он притворялся хорошим человеком Он очень классный, веселый, хороший парень Он это делал гораздо лучше, чем я крутил вертухи Как же он профессионально развлекал Амирана Сардарова Настоящего ангела-хранителя воплоти Сколько он его раз вытаскивал через своих друзей и помогал И у этого известного спортсмена Эдвард Билл брал уроки шашек в потоке Которые, кстати говоря, в итоге привели к тому, что у человека просто сломана жизнь На прыжке делай, да? Делай все на прыжке Что-то вот не так пошло в вашем обучении Наверное, не на те педали нажимали Раз, два, вольво, нахуй с пляжа Конечно, он иногда исполняет, согласен Да, пару раз оступился, ну поехал там пострелять на Донбасс в 2015 году Ну, дело-то житейское АК не достает, достает только ПК Ну-то оступился немножко, с кем не бывает Да, вот только не один раз оступался Эдвард Билл Пока правоохранительные органы и полиция была, вероятно, занята чем-то другим Потому что иначе я не знаю, как объяснить Что вот человек, который не раз попадал в ДТП Который разбивал все свои автомобили До этой аварии разбил почти с десяток машин Вообще, каким-то образом продолжал гонять Продолжал управлять транспортным средством Вплоть до первого апреля этого года Я разбил несколько автомобилей Он в одну аварию попал, во вторую, в третью Говорю, это не твое Да, мне кажется, что Эдвард Билл это такой уникальный случай блогера во всем мире Который сделал аварии какой-то своей фишкой Просто, вот слышь, милота Эдвард Билл разб***ал Ягуар, Кадиллак, Панамеру, БМВ И самое страшное, что эти действия вообще никак не скрывались Они были на виду абсолютно у всех И пока полиция, вероятно, очень увлеклась преследованием политических активистов Тихо! Прямо рядом с нами, в ТикТоке, в Инстаграме, на Ютюбе, в Телеграме Этот человек рассказывал про свои самые дорогие гиперкары Это очень опасная автомобиль И постоянно занимался тем, что он превышал скорость Устраивал какие-то нелегальные гонки вместе со своими друзьями-мошенниками Бля, мы сейчас чуть нахуй не разъебались, с двухсотыми чуть не оказались, блядь И у меня только один вопрос А вот на кой черт вот в Москве установили столько камер фиксации скорости? Вы хотите пресекать как-то эти правонарушения? Или просто собирать деньги с людей? Это самое, мы уже, здесь наши полномочия, все Потому что если вы хотите их предотвращать То куда вы смотрели, когда Эдвард Билл на протяжении нескольких лет выпускал вот такой вот контент? Ты понял, ты на красный перед ДПСником проехал? Раз, два, три! И это не просто снято было, это не просто было где-то в личном доступе Это все было выложено в интернет Мы гоняемся с ним тачка на тачку, поэтому не отвлекай пиздец, страшно И прикинь, какая это скорость была? Очень крутая история Блядь, миллион человек посмотрел этот видеоролик 70 тысяч человек поставили пальцы вверх Видимо, очень сильно понравилось Чуть не распрощался с жизнью, блядь, вместе с мысой гнидой Куда в этот момент смотрела дорожная инспекция? Они смотрели полицейские срублевки И конечно, ребята, сложно тут не согласиться с тем, что Эдвард Билл Этот человек, который устроил символично в день дурака страшнейшую аварию Эдварда никто не подрезал и ни от какого столкновения он не уходил Он является порождением не только наших интересов, но и порождением наших пороков Потому что полиция никак не реагировала на то, что этот безумный Шамаич номер 2 гоняет каждый день по Москве вместе со своими друзьями-мошенниками Есть вероятность, что мы можем разъебаться нахуй в токан Долгожданная машина у Шамаича Он очень классный, веселый, хороший парень Ну а зрители высоко поддерживали и оценивали этот контент В качестве поощрения поставьте хотя бы лайк под этим видео И то, что это произошло сейчас, и кто-то ахает, охает, не понимает, как такое могло случиться Это большое лицемерие Ребята, Эдвард Билл отправил человека в реанимацию еще 3 года назад И извинялся он после этого не в суде, а в кальянной Я был неправ? Да, тогда его настигла в той же степени преступная банда чеченцев, которая промышляла в Москве Опять же, средь бела дня То, что Соболев говорил, мне присылали видео, я не стал смотреть И кстати, если вам интересно, эти люди, которые годами терроризировали разных блогеров До сих пор находятся на свободе Чида, Чечня, Ахмат Сила Ровно так же, как и Эдвард Билл находился на свободе Несмотря на постоянное мошенничество На постоянный лохотрон, который он рекламировал Разводил людей и покупал себе новые машины Которые ему, естественно, было абсолютно не жалко Потому что, блядь, он на такой автомобиль зарабатывает за пару-тройку вот таких вот сторис И здесь получается такой круговорот То есть, по факту, всем было не просто насрать на то, что существует такой вот Эдвард Билл Все общество создало определенные условия для того, чтобы он существовал Для того, чтобы этот Эдвард Билл вообще у нас такой появился Здрасте, как у нас дела? Если будут проблемы, я решаю все быстро, очень Да, я знаю, я знаю Сколько он всего делал Он постоянно попадал то в постановочные, то в непостановочные аварии Он преследовал каких-то людей Он угрожал людям Он сжигал водительские удостоверения своих любовниц Который изменял своей жене Постоянно Он каждый день херачил за рулем Менялись только машины И его коллеги, которые тоже гоняли за рулем Точно так же, как и он И мне кажется, самое время отметить Что действия этих коллег Которые занимаются построением своего контента Вокруг автомобильной тематики Они постоянно там то сжигают свои автомобили Мы разрушили все сами То устраивают какие-то идиотские перформансы Разбивая автомобили прямо в салоне В итоге вместо тест-драйва устроил спорткару краш-тест На самом деле представляя из себя примерно такую же угрозу для общества Как и этот сумасшедший горе-шашечник В потоке умеешь ездить? Выиграешь? Все штрафы оплачу Видимо, сам Эдвард Билл всем в итоге проиграл Потому что его штрафы так никто и не оплатил 400 штрафов с начала января Кстати говоря, интересный факт Сам Эдвард Билл после того, как попал в аварию Сразу же быстро перелез на пассажирское сидение Для того, чтобы его не спалили То, что именно он был за рулем И вот напомните мне, пожалуйста, как это называется в народе Так петухи поступают, знаете? Вы были за рулем? Не разбирается Вы разбираетесь, были вы за рулем или нет? И ты говоришь, что это не петуши на поступок И да, сейчас именно Эдвард Билл привлек внимание следственного комитета Ну, блядь, таких любителей сумасшедшего контента за рулем У нас просто пруд пруди на свободе Все они заработали деньги на ставках Все они купили себе по ламборгини И, конечно, каждый из них прошел курс экстремального вождения От Эрика, блядь, Давидыча Это люди, которые уверены в себе Они знают, что такое скорость И они имеют полное право ебать В заключении я не могу, наверное, сказать Что Эдвард Билл должен сесть за решетку прямо сейчас Потому что он должен был там быть уже очень давно Да я ебал, нах Причем очевидно, что здесь нет никаких но, как нет никакого правосудия Нет никакой справедливости в стране Где одни люди сидят за решеткой Хрен пойми, блядь, за что А другие люди, ученики Давидыча Ты всегда сможешь выехать в любом месте Сшибают людей средь бела дня Вот ты на ней, если научишься классически ездить хорошо У тебя уже придет понимание к быстрым тачкам Я более чем уверен, что в этой истории у Эдварда Билла Очень вряд ли получится отмазаться Как минимум потому, что, вероятно, те люди Которых он попросил себя отмазать 1 апреля Вряд ли ему поверили Это ирония судьбы Не правда ли удивительно? Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете на затронутую тему Обязательно ставьте лайк, если вы согласны с моей позицией Ну а мы продолжаем следить за развитием событий Всем спасибо и до скорых новых встреч, друзья Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok